Привет! В этом ролике я сделаю одну занимательную вещь. Я с вами еще Steam Deck и видеокарту. О том, зачем, как и что из этого получилось, смотрите далее. На связи МК, меня зовут Кирилл. Приятного просмотра. Steam Deck. Консоль, которая перевернула рынок портативок. До его появления мы могли выбирать только из Детичь Поднебесной, при этом за фулл прайс и без следа работы инженеров. То вот Valve, она сделала дешево, сердито и с великолепным подходом к разработке и, самое главное, почти полной библиотекой игр из коробки. И устройство действительно получилось универсальным. Играй где-нибудь в поездки, или дома с геймпадом у телевизора, или используй как полноценный компьютер на Линуксе. А если еще добавить портативный монитор и мощный пауэрбанк, ммм, настоящая модульная вещь для гика. Но, хоть этот малыш способен справиться даже с киберпанком, однако секрет его успеха в его экране. Его разрешение всего 1280 на 800. И вот если вы хотите его увеличить, то вам точно не избежать трудностей. Даже небольшое увеличение пикселей может превратить вашу картинку в кашу. И выхода только один. Подключать внешнюю видеокарту. И сделать это проще, чем вы думаете. Берем Steam Deck, внешнюю видеокарту и Type-C провод. Подключаем и вроде бы готово. Но, хоть у Steam Deck есть порт Type-C, однако он не поддерживает стандарт Thunderbolt. А, соответственно, связать его с видеокарты у вас никак не получится. Но черт, схема настолько изящная, что совершенно не хочется от нее отходить. Давайте мы в ней изменим всего лишь одну деталь. А именно кабель. Он внешне похож на дисплейпорт, но меньше и способен передавать не только изображение. Это кабель Окулинка. Хм, что же это за зверь такой? На самом деле, этому стандарту почти 10 лет. И с все большим появлением числа портативных устройств на рынке, он только-только начинает ходить в массы. А именно, мини-ПК, мини-консоли или даже планшеты на Ryzen и Windows. И плюсов у этого стандарта хоть отбавляем. Сгибаем пальцы. Первое. Стандарт имеет скорость передачи до 64 гигабит в секунду. Что примерно ровно скоростя PCI-Express 4X4. Второе. Он открытый. А следовательно, производителям не нужно платить лицензию на производство периферии. Что существенно сказывается на их цене. Я же за весь комплект, чтобы подключить видеокарту, отдал всего 3000 рублей. А что-то похожее, но уже на Thunderbolt будет стоить от 10. Экономия в 3 раза? Это мы одобряем. Третье. Он довольно простой. Принцип его работы примерно тот же, что и с Thunderbolt. Подключи одним кабелем два устройства. Главное, чтобы были нужные разъемы. Кстати. А у Steam Deck это его нет. Но, к счастью, его туда можно добавить. Идем по простой инструкции. Первый шаг. Откручиваем 8 болтов и с помощью медиатора снимаем заднюю панель. Второй шаг. Снимаем защитную пластину. Перед этим аккуратно отклеив от нее все шлейфы. Третий шаг. Обесточиваем Steam Deck. Это важно, поэтому об этом не забываем. Четвертый шаг. Вытаскиваем родной SSD и на его место устанавливаем переходник Oculink. И, наконец, пятый шаг. Немного вандализма. Делаем отверстие в родной крышке для того, чтобы ее закрыть. Не переживайте, для этих целей я специально нашел вторую. Готово! Однако, такой путь лишает нас PCI-Express слота. А, следовательно, и возможности использовать родной SSD. Так откуда же грузить операционку? Можно, конечно, установить ее на microSD, но в таком случае скорости будет около 100 Мбит в секунду, что примерно равно жесткому диску. И этот путь точно не наш. И мы с вами помним, что у Steam Deck есть разъем Type-C, который позволит передавать данные вплоть до 10 Гбит в секунду. А значит, можно снова заглянуть на нашу любимую площадку и найти подходящую док-станцию с подключением M.2 накопителя. Туда и установим нашу систему. Плюс она послужит хабом для подключения клавиатуры, мышки, интернета и даже монитора. Еще пару слов о Razer и куда будет подключаться видеокарта. Сразу видно разъем для нее, разъем для окулинка, разъем для подключения 24-пин блока питания и небольшой тумблер, с помощью которого вы сможете выбирать, как будет все включаться, вместе со Steam Deck'ом или же отдельно. Какую видеокарту я буду использовать? Steam Deck не дружит с картами от зеленок. Valve попросту убрал поддержку любых карт, кроме AMD. Из того, что есть у меня под рукой, самая мощная оказалась RX 5700 X Team. Эта видеокарта 2019 года имеет на борту 8 гигов DDR6 памяти, шину 256 бит и интерфейс PCI-Express 4. Вам же я не рекомендую покупать данную карту сейчас, так как банально найти их живыми достаточно сложно. Особенно после бума майнинга. Перед тестами давайте посмотрим на железо самой приставки. Она построена на 6-нанометровом кастомном процессоре AMD с 4 ядрами Zen 2, поддерживающими 8 виртуальных потоков. С ним в паре работает стройная графика на архитектуре RDNA 2, и все это дополняет 16 гигов LPDDR5 памяти, работающих на частоте 6400 МГц. Что ж, все формальности соблюдены, можем переходить к тестам. Для чистоты эксперимента все тесты будем проводить в народном Full HD разрешении на минимальных настройках графики, превратив Steam Deck в домашнюю консоль, подключив ее к монитору. Из-за кастомного чипа AMD ни одна утилита не смогла вывести частоту и нагрузку к GPU, поэтому без дискретной видеокарты придется мониторить только процессор. С RX 5700 XT таких проблем, разумеется, нет. Начнем с самой реалистичной игры всех времен и народов – Red Dead Redemption 2. Она неплохо оптимизирована под многопоток, поэтому в случае со Steam Deck упор явно в GPU. Консоль тянет игру в нестабильные 30 кадров. Все-таки не зря Valve остановилась на HD дисплее. 15-ваттного теплопакета четырехъядерному Ryzen интегряжки не хватает, поэтому процессор вынужден просаживать частоту до 2,5 ГГц. Если перенести рендеринг на дискретную графику, то Ryzen начинает дышать полной грудью. Теперь он бустится до 3,5 ГГц и кадры подрастают в 1,5-2 раза. Однако четырехъядерник все равно не может полностью нагрузить эквивалент RTX 3060. В любом случае, при 60-70 FPS можно абсолютно комфортно играть, и при желании легко совершить маневр вверх по графике без снижения производительности. В новом Warzone подключение дискретной графики сказывается слабее. Игра меньше нагружает интегряжку, поэтому она без проблем отрисовывает 50-60 FPS в Full HD на минималках, а процессор бустится за 3 ГГц. С RX 5700 XT кадры подрастают до 80, но карта прохлаждается, здесь снова упор в мобильный четырехъядерник. Поэтому можно поднять настройки графики. Картинка станет приятнее, а FPS не изменится. Cyberpunk. Игра поставила на колени множество систем, и Steam Deck, увы, не исключение. В Full HD играть на портативной консоли сложно. Кадры по бенчмарку нередко опускаются ниже 20. Чудо не случилось. Интегряжка уровня PlayStation 4 и результат выдает уровня PlayStation 4. К тому же, 15-ваттного теплопакета чипу явно не хватает. Процессор временами просаживает частоту ядер всего до 1,5 ГГц. Даже при подключении дискретной видеокарты, Ryzen все равно не хватает EDP, и он частенько проваливается ниже 3,5 ГГц. Но все равно кадры вырастают аж втрое, и при 60 FPS играть можно абсолютно комфортно. В обновленном Counter-Strike 2 проблем нет. Было бы их странно увидеть в игре от Valve на их же консоли. В Full HD на низких интегряжка способна отрисовывать около 60 FPS. Процессор почти всегда бустится до максимальных 3,5 ГГц. Поэтому подключение внешней видеокарты картину меняет слабо. Кадры вырастают лишь на 15-20%. Far Cry 6 просто уничтожил процессор Steam Deck'а. Игра казалась настолько требовательной к GPU, что бедному четырехъядернику остались крохи теплопакета, и в тесте его частота редко прыгала выше 1,5 ГГц. Но в любом случае средний FPS около 30 можно считать с натяжкой играбельным. Пользователи консолей предыдущего поколения не дадут соврать. Добавление в уравнение дискретки сильно меняет картины в лучшую сторону. Процессор теперь работает на положенных 3,5 ГГц, а кадры подрастают к стабильным 60, и есть возможность улучшить графику. Под конец тестов второй Helldiver. Консольная игра приятно порадовала оптимизацией. Побегать в Full HD можно без дискретки, интегряжка отрисовывает порядка 50-60 фпс. Да и процессор на 2,5 ГГц неплохо справляется с новинкой. Подключение RX 5700 XT увеличивает производительность в полтора раза, и становится хорошо виден упор в процессор, так что оставшуюся графическую мощь можно пустить на улучшение качества картинки. Что ж, какие выводы можно сделать? Очевидно, добавление дополнительной видеокарты увеличивает графическую мощь паровой палубы, как в играх, так и в рабочих задачах. Максимальную видеокарту для такого сценария использования я лично вижу RX 6500 XT. Может RX 6600. Даже будет вернее сказать, что RX 6500 XT не раскроется с ним, а RX 6600 будет для него уже слишком мощной. Но удобство пользования таким франкенштейном оставляет желать лучшего. Мы почти лишаемся портативности, вечно разбирать Steam Deck и менять переходник на SSD, так себе идея, как и использовать операционку на microSD. Для подобного сценария гораздо лучше подойдут современные портативки из Китая. Там стоит лучший железо, многие из них уже получили 16-поточные современные чипы от AMD, так и разъем кулинка есть из коробки. Я же надеюсь, что вам подобный эксперимент понравился. Своё мнение обязательно пишите в комментариях. Со своей стороны, обязуюсь всё прочитать и, возможно, найду идеи для будущих роликов. В описании ссылки на Telegram и группу ВКонтакте там актуальные новости и небольшие видеоанонсы будущих проектов. Спасибо огромное за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok